В Твери объявили охоту на безбилетников в общественном транспорте. Зайцев будут ловить совместными усилиями контролёров и сотрудников полиции. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Тверской области. Пассажиры, которые не оплатили проезд, могут получить денежный штраф. Сообщается, что сумма санкций будет составлять от 500 до 1000 рублей. Только карточкой. Карточкой. Наличными. Карточкой. Своей личной. Картой. Транспортная или банковская карта, приложение или наличные вариантов оплатить проезд в автобусах транспорта Верхнего Ужья существует великое множество. Однако, как показывает полугодичный опыт работы новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, перечислять свои кровные запоездки на общественном транспорте стремятся не все пассажиры. И даже работа контролёров на маршрутах не пугает горожан, предпочитающих ездить, что называется, зайцами. Ну, просто люди заходят и деньги либо не отдают, либо делают вид, что они вроде бы как карту приложили, да, но, соответственно, оплата не происходит. Иногда садится, иногда просто подходит и срабатывает. Человек дальше садится и едет спокойно. Пару раз молодые люди подходят вот так, вот так по карману, раз ладошку. И всё. И идёт дальше. Так что всякие люди встречаются. Однако в скором времени, судя по всему, жизнь без билетников заметно осложнится. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Министерство транспорта Тверской области совместно с компанией «Транспорт Верхневолжья» и полицией будут проводить мероприятия по выявлению пассажиров, осуществляющих безбилетный проезд. Теперь контролёры совместно с сотрудниками полиции будут проверять документы, которые подтверждают оплату проезда. Пассажиры, осуществляющие безбилетный проезд, должны будут заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей в соответствии со статьей 45 закона Тверской области от 14 июля 2003 года об административных нарушениях. Сотрудники полиции будут отвечать за контроль общественного порядка. Денежные средства, собранные в качестве платы за проезд, перечисляются непосредственно в бюджет Тверской области. Поэтому данному мероприятию будет уделяться особое внимание. Компании «Транспорт Верхневолжья» напоминают, что в избежании штрафов всем пассажирам общественного транспорта в Твери необходимо прикладывать карту или мобильный телефон при входе в транспортное средство и при выходе из него. Социальную карту также необходимо прикладывать к валидатору. В случае, если карта попала в стоп-лист, необходимо пополнить счет и для оперативного вывода карты из стоп-листа обратиться на горячую линию транспорта Верхневолжья.